Ну почему эта машина не работает, я не понимаю. Ребята, вы понимаете? А может ты житель понимаешь? Я вот тоже не понимаю. Всем привет, меня зовут Компот и добро пожаловать на моё новенькое видео. Значит, ребят, смотрите, купил я по дешёвке машину. Сэкономил, называется, потому что машина попросту не работает. Она просто не заводится, она не едет, она ничего не делает. Мне сказали, что это починить на раз-два, но я тут чиню-чиню и что-то... Нифига, ребятки, у меня пока что не получается. Ладно, я думаю забить на эту машину и, не знаю, пойти отдохнуть, потому что целый день сегодня провозил с этой машиной. Серьёзно вам говорю, лучше посмотреть какой-нибудь фильмец, покушать хлеба. Да у меня толком-то нет ничего, какой скучный день. О, господи, кого там ещё принесло? Не, я не удивлюсь, я сейчас открою дверь и мне камень кинут в лицо. О, да ладно, какие люди! Привет, Компот, давно не виделись. Здорово, радужный житель, а куда ты пропадал? Мои подписчики так хотели тебя снова увидеть. Ребят, если вы не помните, кто это, это радужный житель. Помните, я у него покупал инвентарь. У меня даже ролик есть на канале, который называется, что лежит в инвентаре у этого радужного жителя. Ладно, это, конечно, всё весело, а что тебя сюда сегодня принесло? Слушай, Компот, ты посмотрел этот ролик про меня, который ты записал? Я был в шоке, там столько лайков, столько подписок, столько комментариев. Спасибо вам, ребята, я решил для вас сделать подарок. Я кое-что для вас построил абсолютно бесплатно. Пойдём за мной. Ё-моё, слушай, вот, кажись, теперь день начинает меня радовать. Теперь он яркий, красивый и интересный. Хорошо, я тебе доверяю, сейчас жди, да я соберусь. Что ж, ребятки, мы, кажется, куда-то сейчас с вами отправимся. Наконец-то я не буду копаться в машине, но хлеба я с собой, естественно, возьму. Так-так-так-так-так, побежали. Ну что ж, введи меня. Слушай, радужный житель, долго ещё идти? Я уже устал и хлеб весь съел, и... Опа. Что ж, Компот, а вот мы и пришли. А куда мы пришли? Что это такое? Я вижу какую-то дверь и много радужных полосок. Что происходит? Объясняй быстрее. Что ж, Компот, я представляю твоему вниманию лабиринт. Это самый лучший лабиринт, который я когда-либо строил в радужном исполнении. И если ты пройдёшь все испытания, то в конце тебя будет ждать небольшой, но очень приятный приз. Ё-моё, мне даже жарко стало. Слушай, жители, это, конечно, всё весело, круто и интересно, но я очень хочу начать проходить. Я могу же начинать? Да, Компот, начинай проходить. Надеюсь, ты включил запись, а я буду следить за тобой. Да-да-да, подписчики прямо сейчас меня смотрят, подписчики прямо сейчас всё видят. И что ж, ребята, ох, вот это вот действительно интересная повестка дня. Смотрите, вот даже могу вам цветочек подарить, пожалуйста. Сегодня мы с вами пройдём этот сложнейший, интереснейший и радужный лабиринт. Всё, жители, боевая готовность. Я погнал. Открываем эту дверь и погнали. Первый уровень лабиринта у нас красный. Я так понимаю, он будет самый простой. И давайте не тупить. Стоп, тут сундук. И тут... Ну, конечно. Я понял, ребят. В каждом лабиринте, точнее, в каждом его цвете будет различное испытание. И, естественно, я так понял, тут испытание будет с Редстоуном. Потому что всё-таки красный цвет, красный лабиринт, Редстоуновое испытание, тра-та-та, бла-бла и так далее, тому подобное. Короче, я понял, я понял. Ребятки, окей. Давайте тут прогуляемся, так сказать. Пройдём. Опа, я нашёл источник питания. Это отлично. Надо запомнить, где он находится. Теперь нам нужно найти, я так понимаю, дверь на следующий уровень или что-то типа этого. И я её нашёл. Ребятки, я её нашёл. А теперь нужно вернуться назад к источнику Редстоуна. Пожалуйста. Мы здесь и давайте его ставить. Вот так, вот так, вот так. Дальше мы обязательно ставим усилитель сигнала. Значит, наш сигнал пропадёт. И доводим его прямо до двери. Господи, ребят. Да, я туда веду. Всё, шикарно. Всё, красиво. Ставим сюда ещё один усилитель сигнала. И кажется, что, ребятки, первый красный лабиринт я прошёл. И да, тут у нас такая же гигантская дверь. Давайте её за собой закроем. Мы уже в следующем цвете, в оранжевом. По сути, нам осталось оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый. Так что ролик обещает быть очень интересным, поэтому смотрите его до конца и запаситесь едой. Так что у нас тут в оранжевом, я немного не понимаю. Пока что просто лабиринт и лава. Окей. Я в лаву не пойду, я лаву обойду. И, ребят, кажется, её нельзя обойти. Ну ладно, что ж, давайте попробуем пройти и так. Ой, ё-моё, чё я творю, ребятки? Я просто профессионал паркура. И вы знаете, все прекрасно, если вы мои подписчики, мои зрители и так далее и тому подобное. Что я просто так, туда мы не пройдём, надо сюда, значит. Что я просто ненавижу лесенки. Вообще их просто терпеть не могу. Это самый сложный для меня элемент в паркуре. Я чуть не упал туда, в лаву. Так, куда теперь идти? Ну давайте в эту сторону пойдём. Блин, очень сложно, ребятки. Очень, очень сложно. Главное не упасть. Тихо, 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 тихо. Роман Компот жив. Ещё немножко и всё, ребят. И был бы мне конец карантецкий. И всё, и капец, и жесть полная. Так, отлично. Мы пока что уверенно идём вперёд. Я надеюсь, что мы идём с вами не по кругу. Потому что обидно, как говорится, будет узнать такое. Так, теперь всё. Да хватит падать, хватит. Давайте лучше проходить дальше, чтобы всё было шикарно, всё было нормально. Оп, сюда, оп, сюда. Так, теперь куда? Ну давайте вот сюда. Теперь погнали сюда. И опа. Опа, опа, опа. Опа, я вижу. Да ё-моё, прям в самом конце. Нет! Заново. Ну капец, ребят. Ну как меня так угораздило в самом конце упасть и облажаться. И кажется, я опять облажался. Это какой-то реально троллинг меня. Итак, мы проходим дальше. Что тут у нас? Собери эти блоки. Какие эти, что ли? Да запросто вообще. Давайте я возьму кирку, например. Вот это вот. И добуду. Вот у меня уже первый блок есть. Э, а чё мне не выпало? Я не понял. Э, а чё мне вообще ничего не выпадает, ребятки? Это чё за троллик такой? Это чё за угар? А как мне... Хе. Погодите-ка. Это что за хе? Почему тут алмазные кирка? О, опять эти блоки. А-а-а! Я понял! Хе. Я тебе сейчас похихикую тут. Смотри-ка, потроллить меня решил, ребятки. Золотой киркой нифига ничего не добывается. Ладно, у меня уже есть два этих блока. Я не знаю, сколько нам нужно. Поэтому давайте будем просто бродить по этому лабиринту. И искать эти золотые, ну точнее браун, так сказать, коричневые блоки. Так, давайте пойдём в эту сторону, в эту... Опа, я нашёл их. Я нашёл их. У меня уже есть четыре штуки. Я надеюсь, что этого достаточно, потому что лабиринт гигантский, ребятки. Видимо, штучек мне тоже придётся добыть довольно-таки много. И чё-то пока что я нифига... А, нет, всё-таки вижу. Всё-таки вижу. Уже шесть штук. Стоп, извиняюсь. Уже восемь, девять и даже целых девять. Ну, всё-таки девять. Я думал, десять будет, но нет. Не добили, так сказать. Ну, надеюсь, хотя бы лайк поставить. О, житель, здорово, чё тут стоишь? А-а-а, нам нужно одиннадцать штук, чтобы получить золотую плиту. Окей, мне где-то нужно добыть... А, вот, пожалуйста, ребятки. Я уже, в принципе, добыл. Одиннадцать штук, тут ещё два, но они мне уже не нужны. Здорово, давай сюда плиту. Э, я сказал плиту, а да это когда... О, всё, спасибо большое. Ставим плиту, проходим. И так, закрываем за собой бронированную. Две, ребятки. Всё, мы прошли уже почти половину лабиринта. На очереди у нас зелёный цвет, так сказать. И что тут у нас? Тут у нас ножницы. Зачем они? Я не понимаю. Ну, давайте. Воу, какой-то я тут очень быстрый. Смотрите, я тут прям реально мечусь, очень быстро хожу. Ладно, пройдём сейчас быстренько от лабиринта. Что тут у нас? Тут у нас кувшинки. Окей, что мне нужно ещё делать? У меня есть ножницы, ребятки. Видимо, они мне для чего-то нужны. Что тут ещё кувшинки? У меня уже сорок штук. Куда мне столько? И зачем мне ножницы? Я не понимаю. Ладно, надеюсь, что в скором времени я всё-всё же пойму. И всё встанет на свои места, на свои круги. Я чё, прошёл зелёный цвет? Так, быстро и... А-а-а, ребят. Кажется, я понял. Это просто гениально. В зелёном лабиринте нам нужно было найти кувшинки. И чтобы их экономить, в этом лабиринте, то есть они связаны, эти лабиринты, я буду ставить вот так вот, да ё-моё, через один блок, ребятки. Чтобы побыстрее пройти этот лабиринт и не затягивать. Ну что ж, давайте попробуем, пойдём в ту сторону. Ё-моё, как же я тут неэкономно потратил эти кувшинки. Ну ничего, у меня есть ножницы, правильно же, ребят? Ножницами добываются кувшинки эти, ё-моё. Я устал падать в воду, а она такая вязкая. Оттуда фиг выберешься. В реальной жизни вода и то интереснее. Слушайте, а может не экономить на этих кувшинках? Ну их нафиг. Но с другой стороны, у меня их уже осталось очень мало, уже 10 штук. Этого не хватит, чтобы пройти до конца. Я надеюсь, что всё-всё-таки будет я ещё и в тупик завернул. Какой я большой молодец. А теперь не в тупик. Слушайте, а теперь не в тупик. А теперь я всё-таки двигаюсь побыстрее. Ё-моё, у меня кончились кувшинки, поэтому давайте буду их добывать, так сказать, подчищать за собой, да? 18 кувшинок у Романа Компота есть. Роман Компота, если чё, это я, ребятки. Поворачиваю сюда и кажется, я вижу конец. Кажется, я вижу этот конец, ребятки. Да, тут двери закрыты. Чё она закрыта-то? Нет бы открыто её сделать. Ё-моё, тут чё, кувшинка мешает открыть эту дверь? Давай, да... Ё-моё, как её? Я понял, ребят. Это троллинг, это очередной троллинг. Мне нужно сломать вот эту вот глухую стену. То есть я не ломаю лабиринт, не прохожу никак по-четерски. Мне нужно её просто сломать, чтобы открыть дверь. Всё, готово. Потому что иначе дверь там не пролезает. Осторожно, злые спруты. Ё-моё, я только из воды. Какие ещё злые спруты? И, вау, ребятки, смотрите, водяная броня. Так, вот это интересно, ребятки. Я весь в воде. Это интересненько. Что это? Ух ты, ватерболы. Интересно, что они делают. Давайте их возьмём. И также, ребятки, лазуритовый меч. Вот это вот интересно. Так, окей, ватерболами я могу кидаться. Это уже новость, я вам так скажу, интересная. О, здорово, спрут. Э, спрут, ты чё такой злой? Ну, получай ватерболом, ватерболом, ватерболом получай по лицу. И чё-то он не особо хочет, так сказать. Э, пошёл вон. Чё он за мной бегает, ребят? У меня... Э, пошёл вон. Не, у меня сейчас грохнет. У меня сейчас грохнет. У меня сейчас грохнет. Тихо, тихо, всё. Я его замочил. Какие-то, ребят, опасные спруты, если честно. И главное, им не попадаться. Потому что, если я им попадусь, мне будет, мягко говоря, конец, конецкий. Так, ещё один. Ещё один, пожалуйста. Я его сейчас загашу, и всё будет отлично. Всё будет шикарно, и всё. Или он меня загасит. Или он меня загасит. Ребятки, сваливаем от этого бешеного спрута. Просто давайте делаем ноги, так сказать, и... Слушайте, опа, куда я... А, нет, я вернулся назад. Чёрт, окей. Я со страху немножечко перепугался. Ну где этот? Где этот спрут? Давайте я его найду и побежу. Или мимо пробегу. До свидания, спрут. До свидули, до свидули, до свидули. И мне кажется, сейчас спруты ещё в тупик. Загонят. Ещё этого не хватало. Ё-моё, как вас тут много, ребятки? Я так понимаю, бежать это не вариант. Их тут слишком много и нет. Так, ребят, я уже вижу свои вещи. Я еле-еле прошёл сюда. Я готов их забрать. Надеюсь, эти спруты разошлись. Чёрт, тут чёртов спрут. А, пошёл вон, пошёл вон. Просто пошёл вон. Тихо-тихо, отстань от меня. О, тихо. Фух. Ребят, мы спаслись. Ха-ха. Я не ожидал. Я не ожидал такого, ребятки. Я бы сейчас закричал, но время ночь. Фух. Ребятки. Жесть, мы закрылись с вами. Стоп. В финальном лабиринте. Это фиолетовый, это последний цвет. Бонусный конец. В лабиринте ты встретишь два мольберта. Нарисуй заданное. Окей, хорошо. Видимо, ребятки, фиолетового. Мы будем рисовать. Ну, давайте попробуем. Поищем эти мольберты. Посмотрим, что тут интересного будет. Мольберты. Это ещё, ребятки, это бумажка, на которой рисовать нужно. Нарисуй дверь с кодовым замком. О! Кажется, ребятки, я нашёл первый мольберт. Ну, что ж, давайте рисовать. Давайте возьмём вот 64 на 64 и погнали рисовать, да? Для начала начнём с двери. Дверь у нас будет такая, знаете, серая. Давайте вот так, вот так. Ну, извините меня, художники. Сразу перед вами хочу извиниться. Я как бы рисую так себе. Я не вы. Я не крутой художник, да? Так, значит, это у нас дверь. Дальше теперь кодовый замок. Кодовый замок. Я хочу, чтобы он у нас висел сбоку. И был такой, знаете, чёрный-чёрный-чёрный. Так, вот тут кнопка, 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 вот тут кнопка. Теперь мы берём зелёную полосу и делаем тут, типа, такой небольшой интерфейс. Слушайте, ну, вроде дверь готова. Но можем ещё, не знаю, камеру нарисовать. Но у нас не просили. И всё, ребятки, дверь с кодовым замком я нарисовал. Что дальше? Что теперь? Давайте дальше шагать по этому лабиринту. Надеюсь, я куда-то приду. Надеюсь, тут что-то интересное всё-таки произойдёт. Так, 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 так. Так, мы пока что блуждаем, о господи, нарисую ключ, опа, ребятки, кажется, о, дверь, здорово, ну что ж, давайте по большому запросу нарисуем ключ, поехали, как мы будем рисовать ключ, на этот раз, наверное, подетальнее, 16 на 16, все-таки я хочу, будет он у нас золотой, и так у нас будет такое вот удлинение, мы, ребятки, будем стараться, мы, так сказать, теперь художники, мы преисполнились, ой, е-мое, я накосячил немножечко, все, вот так вот, вот так вот, потом рисуем вот такую вот штучку, это у нас, знаете, будет такое колечко, отлично, слушайте, ну, по большому счету, все, ключ готов, я его нарисовал, а, дальше, ты что, ребят, я смотрю, дверь-то нифига не открывает, все, мы все эти предметы, и, опа, а у моего на таре-то появился рычаг, слушайте, это работает, интересная карта, давайте открываем, и, о, радужный житель, а ты как тут оказался? Та-дам, Калмот, поздравляю, ты прошел мой радужный лабиринт, и тебе за это скромненький, но приятный подарок. Ух ты, что это такое, давай посмотрим, поставим и... Я всегда мечтал о таком у себя дома, это же, ребятки, игровой автомат, на котором можно запустить игру, правда, я не особо разбираюсь, как его обслуживать и как за ним играть, но, блин, тема интересная, и, кажется, тут реально можно запустить какую-то крутую игру. Блин, спасибо, очень приятно, но больше всего, конечно, приятно, что ты для меня и для моих подписчиков построил такой огромный радужный лабиринт, и мы сегодня его прошли, надеюсь, ребятам понравился он. Что ж, ребят, не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал, лайк за такой длинный ролик, сегодня мы прошли вот такой вот радужный лабиринт, это было чертовски интересно. Спасибо жителю, пишите также в комментариях. Всем удачным спасибо, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok